Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня у нас опять рубрика между нами девочками. Рассказываю про своё питание, похудение. Вы готовы? Тогда начнём! Как вы поняли, я уже на работе. Да, единственное, я тут уже обедать начала, извините. Но да, мой завтрак вы увидите буквально сейчас. Это мой завтрак. У нас сегодня хлебушек на закваске вот такой вкусняшный. Тут и колбасятина, но она куриная. Сыр сверху, яйца. Сыра много, как вы видите. Кофеёчек. Вот такая у нас намазочка. Хлебушек. Так что, ого, приятного аппетита! Я решила заснять завтрак отдельно, потому что было очень много моментов. Потому что, Даша, ешьте там яйца с утра, ешьте там мясо, белок обязательно. Я это всё кушаю. Просто, например, с кашкой я могу там слопать бутербродик, то есть какой-то хлеб. Да, хлеб с утра я прямо в обязаловку, потому что пока что без него прям полностью отказаться от него я не могу, да и не хочу особо. Поэтому хлеб с бутерами, какой-нибудь там творожной намазкой вот на этот бутерброд и вполне себе парочку съедаю вместе с кашей. Ну, или же вот другой вариант. Вы тоже посмотрели. Там есть и мясо, и как бы... Ну, это куриные в основном. Все мы покупаем мясные продукты, поэтому вот так. Простите, но мой обед выглядит уже почти как бы так, но я только вот начала есть, и это здесь куриные типа купат или как-то такое, что-то можно сказать. Но это как колбаса готовая продавалась. Пюрешка у меня сегодня, и я взяла перчик желтый. Значит, на ужин у меня с собой суп. Я вот так ужин, ну, чтобы наверняка не пролилось. Суп, может быть, сегодня, когда буду ужинать, обязательно вам покажу. Он у меня куриный с овощами. Кстати, сейчас расскажу, как он готовится. Ну, и мои фруктики на перекус. Сегодня у меня банан. Я даже взяла и мандарин. Но еще на перекус это вот такая вот очень вкусная, но я брала чисто сливочный без вкуса. А тут типа с клубником и бисквитом. Ну, что-то новенькое. Так что вот. Значит, девочки, супы. Супы обычно, я честно, до вот этого всего питания я супы вообще не ела. Ну, то есть я так, в основном сухомятку, какие-нибудь там макарошки, там что-то закинула, что-то это. Особо к супам я была равнодушна. И мне потом уже, вот только когда наелась этой сухомятки, я что-то уже в период, думаю, блин, сейчас бы вот супа какого-нибудь. Так хочется супа. Да, но супы, вот прям по-хорошему, их достаточно долго готовить. То есть это нужно там, кто-то даже обжаривает еще овощи, там типа морковки с луком добавляет это все. То есть это достаточно долго. Это очень долго. Или даже просто это все резать долго. Выход какой мы нашли, суть в чем, если вы прям торопитесь, вы можете купить уже нарезанные кубики индейки. Ну, или же какие-нибудь там индейку, которую быстро можно порезать. Но иногда даже вот нарезанные чисто закинула и все. Очень удобно готовить в мультиварке, имейте это в виду. Но я как бы спокойно даже на быструю руку готовлю в обычной, ну, в обычной кастрюле без всяких там проблем. Обязательно лук, лук я вообще, либо целая вот такая вот примерно луковица, либо половинку большой. Я ее прям так и кидаю, это чисто для бульончика нужно. Сначала кладу мясо. В идеале, конечно, это куриная грудка на кости. Вот сейчас мы сделали на ней вкус просто бомба. Вот именно она дает шикарный вкус. У нас либо курица, либо индейка. Еще можно, конечно, ну, сейчас мы задумываемся о том, что нам бы рыбные супы какие-нибудь. Но я думаю, суть та же. Значит, закидываем курицу или любое мясо, которое вы выбрали из списка. Ни свинину, ни говядина. Говядина дорогая, я как бы особо, ну, говяжий суп это только на кости он вкусный. А свинину, ну, тоже как бы чисто можно косточку там закинуть, но без мяса будет суп, но с привкусом мяса. Дальше. Когда мясо там все прокипело, начало готовиться вместе с луковицей, и можно посолить, там поприправить, что хотите добавить. Есть сейчас такие наборы, наборы типа овощей, овощные смеси. Там включена очень часто картошка, уже морковка, может быть, там какие-нибудь кусочки перчика, помидорки, еще бывает горошек или что-то такое. Вот именно такие наборы. Ну, конечно, без кукурузы, скорее всего, потому что в супе кукуруза, ну, может, конечно, кому-то нравится. Ну, смотрите, по своему именно желанию, по своему хотению, что вы хотите. Мы, в общем, зафигачиваем вот всю эту смесь туда. Я даже в этот раз ни картошку, ничего не чистила. Мы любим обычно там чуть-чуть добавить картохи для вкуса. А здесь вроде неплохая смесь, ну, попалась. И все закинула, ничего не резала, просто как бы занимаешься делами, ну, и следишь, чтобы... Суп у меня очень долго томится, там у нас электронная плита на троечке. Вот очень долго, на тройке, на двойке я прям оставляю и ухожу. Ну, и потом в конце курочку можно порезать, если она не нарезана. Если нарезанная, то, в принципе, суп уже готов. Все. То есть без больших труда, вот этих затрат, потому что иногда бывает времени очень мало. Ты везде куда-то бежишь, торопишься, а готовить нужно. Особенно во время, в период такого питания обязательно вот контейнеры, девочки, запомните. Не важно, как хотите. Вот честно, просто нужно понимать, что если ты не пообедаешь, если ты не перекусишь, то вечером ты придешь и нажрешься. Ну, серьезно, ты нажрешься и булок, ты будешь такая голодная за целый день. Это и плохо для вашего организма, и плохо для вас. Потому что, ну, вы психологически понимаете, что, ну, надо бы покушать. Ну, и это, ну, то у вас, вот вы именно выделяете время. У меня время сейчас стандартное, 2 часа я обедаю, в мой стандартное время. Потом перекус я могу перекусить где-то в районе часов, там, 4 с чем-то. И потом у меня ужин в 6 вечера, ну, и, как бы, полдник, не знаю, как это назвать, это чай с чем-нибудь. Это у меня будет вечером, посмотрим. Иногда вот сейчас даже, можно какой-то вечером салатик, ну, вот со сметанным соусом, не знаю, как захочу. Обычно я хочу только чай и какую-нибудь, может, там, вкусняшку, невкусняшку, посмотрим. Может быть, просто тоже какой-нибудь, там, ну, и, в принципе, я йогурт сегодня вот такой залопаю, я уже вечером не захочу. Может, просто фрукт какое-то, яблоко, там, что-то, ну, по ощущениям, понимаете, я смотрю сейчас больше на свои ощущения, что хочу, что не хочу. И даже, кстати, прикол еще есть в том, что ты можешь, например, что-то скушать, а потом ты просто, вот, ты хочешь еще, ты думаешь, что ты хочешь еще. Ты просто, например, шоколадку ты там или сырок ты съел, и у тебя еще там 10 сырков, например, перед тобой лежит. И ты такой, остановись, стоп. Сидишь и смотришь на эти сырки, смотришь куда-то и думаешь, типа, хочу ли я этот сырок еще один, хочу ли я еще этот сырок. То есть ты психологически себя настраиваешь на то, хочешь ли ты еще. И ты сидишь, вот думаешь, думаешь, и вот в какой-то момент, бац, не хочу. Бац, хочу. И вот на это, бац, тебе нужно посидеть и обдумать, кому-то, может, минуту требуется, кому-то 5 минут. Я очень часто, там, вот мы с Ульяной пьем чай, я говорю так, а Ульяна говорит еще, я говорю, подожди сейчас, я подумаю. Сижу, думаю, такая, да, или нет. Ну, то есть тут прислушивайтесь к себе, это называется больше интуитивное питание. Это когда ты слушаешь свой организм, что он хочет, что нет. А может быть, я подумаю, скажу, знаешь, я, наверное, яблочко еще съем, а вот еще один сырок я не буду. Ну, вот предположим, такая ситуация. То есть тут слушайте себя, что вы хотите. Потому что очень часто, особенно в таком весе, как у меня, это уже называется РПП, вот очень модный сленг, это расстройство пищевого поведения. В том числе это и психологическая, кстати, в основном болезнь, потому что ты в какие-то моменты просто хочешь постоянно есть, есть. Особенно без остановки, если ты наедаешься, и тебе очень, короче, тебе плохо от этого становится. Поэтому, девочки, имейте в виду, посидели, подумали, хотим ли мы это, и потом уже действуем. Кто-то мне также писал про фрукты, про что-то, про фрукты, да, то, что не больше двух. Ну, по факту, вот я два фрукта сегодня вот в течение дня кушаю дать дома, я также примерно, ну, вот сейчас я налегаю, если честно, на мандарины. Ну, потому что, как сказать, ходят болячки, как-то сейчас самый сезон, и сами ручки тянутся вот на все эти мандаринки, апельсинки, еще вот это. Но в основном я это кушаю либо днем, либо вот максимум мне очень почему-то заходит, это яблоко с чаем. Не знаю почему, но вот именно вечером яблочко себе нарезаю, с чаем это все бывает, не каждый день, но просто вот иногда хочется тоже прислушиваться к себе, очень важно. Кстати говоря, делюсь своими результатами, я уже успела схуднуть, у меня мой вес по блокнотику я начинала с 159 килограмм, но вообще это был вес 160, это еще до блокнотика, я уже потом думаю, схуднула на килограмм, надо завести блокнот. Так что, 160 это мой вот этот отсчетный вес. Получается, что с этого веса я вот сейчас на сегодняшний момент, сегодня у нас на всякий случай ориентирую 21 февраля, потому что я видео в разные дни снимаю, но как успеваю, монтирую, выкладываю. Тоже вот поймите меня, работаю, еще там куча всяких проектов, ну и плюсом съемки, чтобы не забрасывать, хочу для вас снимать и вещать, чтобы действительно кому-то, кто-то вместе со мной смог похудеть там, и именно перейти на не изнуряющие диеты, где вообще ничего нельзя, а на немножко другой формат. Ну, в общем, у меня сейчас 152 килограмма и 500 грамм или что-то вот такое с утра я взвешивалась. Так что, уже за период, грубо говоря, с начала января, да, по-моему, у меня было начало января, с начала января, по вот сегодня, по 21 число, я сбросила уже 8 килограмм. Девочки, и это чисто на этом питании, вот которое сейчас я чисто начала так питаться, и все. Не физической активности у меня супер-пупер, нет, ну до остановки я дойду, сяду там на автобус, еще что-то, то есть у меня спорта сейчас вообще нет, чтобы вы понимали. Да, я хочу начать, но у меня вот есть сейчас небольшие вот с этим, в общем, болячки, которые нужно очень аккуратно относиться к спорту, и плюсом, когда большой вес, ну, такой, то это очень аккуратно. В плане чуть что, чуть давление скаканет, чуть там, не знаю, какие-то такие моменты, вот сильные нагрузки нельзя давать при таком весе. Серьезно, ходить, да, я согласна, ходить, да, нужно. Но вот пока что, скажем так, я сконцентрирована немножко на другом, но обязательно буду водить еще спорт, чтобы сжигать вот, ну, вот эти все калории, и похудение процесс пойдет еще больше, еще сильнее. Еще такой момент, да, я решила ракурс уже вам поменять. Еще такой момент по поводу лекарств, да, врач мне выписал лекарство, вы видели в прошлом видеоролике, лекарство, которое против, ну, в общем, этот голод, он как-то, я не знаю, какой-то там фермент, вот это, и, в общем, ты не хочешь есть. Я пропила 4 дня, да, эта фигня работает, то есть это только по рецепту отдается на всякий случай. Этот препарат работает, но у меня пошла на него аллергия, у меня вот здесь пошла небольшая сыпь, не буду вам показывать эти подробности, но я прислушаюсь, думаю, пока нет, пока остановлюсь, и плюсом у меня все-таки я чувствовала, поднималось немножко давление вот выше нормы. У меня априори давление немножко повышено, но я как бы смотрю на это все дело. А тут у меня как бы мне вообще самой не очень хорошо становилось, поэтому я 4 дня попила и оставила эти таблитосы. Но мои ощущения сейчас расскажу. Кстати, я очень стараюсь, почему не поставить мне лайк и подписаться на мой канал, и будем вместе все обсуждать. Значит, про, во-первых, лекарства. Лекарства очень интересные, я никогда такие не пила, вот многие мне писали, Даша, почему тебе не выписали, выписали мне. Но врач говорит как бы, ну, свое усмотрение. Бюджетные врачи, что я хочу, все бесплатно, поэтому, ладно. Я попробовала, вот 4 дня пропила, и у меня, да, чувство голода исчезло у меня настолько, что я, в принципе, даже есть не хотела какие-то не... Вот на четвертый день, я уже даже вечером, на третий день вечером я пришла, и Ульяна говорит, по чаю там это, я говорю, я вообще есть ничего не хочу. Хотя я даже не ужинала на работе, я пропустила ужин, да, я уже думала, ладно, дома, но я вообще есть не хотела. То есть это настолько есть, в принципе, не хочется, но не знаю, хорошо ли это, плохо ли это, все-таки у меня двоякое ощущение. Ну и плюсом аллергия дала себя знать, но ощущение интересное, то, что чувство голода ты вообще не испытываешь. Это очень такое странное чувство, ты, в принципе, есть не хочешь, ты уменьшаешь еще, ну, и порцию ты делаешь еще меньше. Вот этот препарат, он как бы, ты понимаешь, что ты, ну, просто столько не съешь, то есть у тебя настолько там, как будто уже какой-то ком в организме лежит, вот в желудке. То есть ты уже что-то съел, а ты вроде ничего не ел. Ну, в общем, вот такое вот интересное ощущение, но меня, конечно, оно и пугало, потому что все-таки хочется ощущать свой организм, когда ты хочешь есть, ты идешь и ешь, когда ты не хочешь, ты не идешь и не ешь. Ну, то есть пока что, и вот из-за этой аллергии я приостановила вот этот вот прием, 4 дня всего уже такие эффекты, результаты у меня, ну, я, конечно, да. Так что я приостановила и пока что не пью. Вот сейчас думаю, из-за этого аллергия, не из-за этого, то есть тут тоже такие моменты, но по приему не знаю, это все, конечно, с врачами консультируйтесь в первую очередь, но мне как-то не зашло. По мне так лучше чувствовать голод, нежели я просто ходила, я вообще есть не хотела, то есть в принципе есть не хочу, но это не очень, мне кажется, нормально. Девчонки, очень важный момент, прям подчеркну, это супер важный момент, это не диета, так что алло, это не диета, это именно смена образа жизни, это мыслить головой именно то, что ты делаешь сама с собой, то, что если ты хочешь кушать, то идешь и кушаешь. Да, в какой-то момент, я скажу так, что я зациклена на еде, стало в плане, там, это нужно приготовить, это сделать, то сделать, то это, то, то, но по практике, вот наварите вы кастрюлю супа и ее хватает там дня на три, на четыре, смотря как быстро вы едите, ну, три дня, хорошо, три дня будем брать. Сделали вы первое там и второе, ну, как бы, тоже три дня кашу вот мы варим, нам тоже на три, то есть все, грубо говоря, три дня, раз в три дня ты готовишь на несколько дней, все. Да, ты ешь одно и то же, может быть, кто любит разнообразие, но, что, можете каждый день готовить, если у вас есть на это время, но у меня, к сожалению, нет, поэтому я даю рекомендации именно такого быстрого, быстрого момента. Плюсом заменить все вот эти колбасы, сосиски, да, можно бутеры лопать, можно, но выбирайте нужные вам, эти все нужные вашему организму изделия, то есть, например, сейчас мы только, либо куриные какие-то колбасы, там, сосисоны, составом, минимальный, читайте состав, смотрите, чтобы там была чисто, как говорится, курица, соль, там, какие-нибудь еще приправы, загустители, что-то это, без всяких куча е-е-е-е-е-е, которые вашему организму вообще никак не полезны. Чем минимальный состав, тем лучше вот изделия, которые вы покупаете. Все просто, все просто, гениальное просто. Просто многие сейчас мне начинают, как бы, говорить, еще что-то там, ну, советчики появляются, да, в плане того, говорят, нет, зачем ты сладкое ешь, тебе это не нужно, ну, то есть, ты же вроде на диете, понимаешь, когда ты себя программируешь на то, что ты на диете, вот лично у меня как срабатывает в голове сразу же, я заметила, как только я думаю, что это все диета, а не мой, как бы, не моя жизнь, не мой стиль новый, стиль жизни, в котором я буду, ну, я всю жизнь так буду питаться, я уже себя настраиваю на то, что я могу сладкое, я могу, я могу все съесть, но в меру не гигантский торт я съем в одиночку, а маленький кусочек, если я захочу, кусочек там вечером, например, ну, хорошо, я могу вот так вот откусить, и это, если прям не в моготу, но, там, я знаю то, что лучше сожрать его утром, да, лучше слопать его утром от души, хоть кусман вот такой вот, чем вечером, потому что вечером мне будет плохо заболеть желудок, там, я не знаю, будет он переполнен, и так далее, то есть чувство вот этой тяжести появится, чуть-чуть потерплю до утра, сегодня заменю чем-то, и с утра слопаю я этот торт, вот с утра до 12 часов лопайте вот все, что хотите, ну, в разумных пределах, я имею в виду, я и бутер, то есть все хлебные процедуры я оставляю на утро, на вечер никакого хлеба, в течение дня тоже, после 12 хлеб у меня убирается, максимум это вот углеводы остаются на обед в 2 часа, это вот либо у меня сейчас пюреха, либо макарошки, либо там лист, но это все равно углеводы мне нужны в течение дня, поэтому я их не могу еще убрать, возможно, в будущем, когда я перейду вот этот вот момент, я сама решу убрать там сахар из моего рациона, убрать там соль полностью из рациона, убрать там полностью хлеб чем-то там заменять, ну, в общем, девочки, я сейчас постепенно учусь вот этому питанию, питанию больше интуитивному, я бы назвала, то есть нужно понимать, что это все, это не диета, как только диета в голове, это сразу же какие-то ограничения для себя, то есть ты не можешь есть это, ты не можешь есть то, ты не можешь есть все, и у тебя в голове такой просто, о, такая вот, я не знаю, крышесносная ситуация, что ты думаешь, вот я сейчас сорвусь, вот диета, это сразу же срыв, срыв, сейчас буду срываться, сейчас буду жрать только капустный лист, вот у меня такое ощущение, потому что сколько я не пробовала, вот это все приходило к одному, сейчас нужно просто себе в голове накрутить то, что это сейчас мой стиль жизни, это моя жизнь, я хочу быть здоровой, у меня есть не то, что мотивация, я хочу это сделать для себя, потому что мне сейчас тяжело, тяжело в таком гигантском весе, и мне хочется сделать себя здоровее, поэтому я и хожу к врачам, поэтому я и хочу, то есть питаться правильно, и плюсом я хочу убрать ограничения из моей жизни, какие ограничения, первое, ну вот к примеру, какие-то виды спорта, грубо говоря, даже лыжи, девочки, я этой зимой захотела покататься на лыжах с сестрой, мы приехали, я пришла, и мне сказали, там до 120 килограмм, я такая, а у меня далеко не 120, и если я возьму эти лыжи, то они могут сломаться, а я потом за них плати, как бы они дорогие явно, то есть там хорошие, на прокат, да, я несу за это ответственность, и я в итоге очень сильно расстроилась, и я не взяла лыжи, то есть я поняла, что даже такой вид спорта сейчас мне просто недоступен, про лошадь, аэротрубу, полет из парашюта, там даже батуты и всякие вот эти виды скалолазания, спортивные, классные виды спорта, которые реально, я очень давно ходила на батуты, это очень круто, это реальная тема, вот кто примерно 100 килограмм, плюс-минус можно ходить на батуты, все нормально, все выдерживает, а вот в моем весе сейчас, то есть я понимаю, что я не схожу на батуты, как бы я ни хотела, я не смогу покарабкаться там на скалолазание, хотя это тоже классно, это реально те виды спорта, которые могут вас затянуть и дать вам мотивацию именно спортом заниматься, потому что это круто, и многие там, например, то же самое, какой-то бег, даже там, например, в футболе, в волейболе, да неважно, везде эта движуха, вроде говорят, занимайтесь, занимайтесь пышки спортом, а ты не можешь заниматься спортом, потому что у тебя уже ограничения, ты априори только вот ходьба, ну скандинавская ходьба с палочками, все, по факту, велосипед меня ни один не выдержит, только какой-нибудь дорогущий, который вот этот по скалам-то ездит, господи, вот горный, горный велосипед меня только выдержит, априори у него цена большая, априори у него там гигантские шины, то есть если все, грубо говоря, я проеду, увидят, что, извините, корова едет на этих гигантских колесах, ну логично же, я-то не постремаюсь, я проеду, мне как бы все равно, но я даже позволить себе такой велосипед не могу, потому что он априори дороже стоит обычного, а обычные велосипеды выдерживают 90 килограмм плюс-минус, то есть это максимальный их вес, так что уже минус это, минус 100 лошадь, так мне вообще жалко, да, девочки, я просто хочу, чтобы в моей жизни было меньше таких ограничений, и я смогла чем-то заниматься, в том числе сейчас появились там и серфинг можно, вот есть специальные такие в помещениях, вот штуки, которые искусственные волны делают, серфинг, то же самое, какие-то вот эти водные горки, я тоже не могу, потому что не то, что я там застряну в трубе, нет, потому что для меня это не очень, как сказать, не очень хорошо, и плюсом есть ограничения на горках тоже по весу, куча ограничений, туда не ходи, сюда не ходи, говорят, занимайся при этом спортом, а из спорта ты можешь только, ну что, ходьба, вот и весь спорт, то есть остальное ты даже особо не можешь, почему я сказала волейбол, девочки, потому что перед волейболом, перед любым таким вот спортивным, игрой тебе нужна разминка, а разминка включает в себе хотя бы маленький бег, чтобы быстро размять свой организм, плюсом, не дай бог, там что, какие-то у кого суставы, у кого там что, всё, сразу же фиаско, братан, и там ты постоянно в движухе находишься, и даже можешь задыхаться от этого большого веса, тебе тяжело передвигаться в быстром темпе, то есть можно, но более спокойно, то есть какие-то можно, но с ограничениями, опять эти ограничения, и вот чтобы избавиться уже от этих ограничений и начать жить полной жизнью, не полной жизнью, а я имею в виду полной жизнью, то вот, в принципе, это вот моя цель всего вот этого, может быть, проекта, всего того, что я снимаю для вас, чтобы вы видели, почему я это начала делать, не потому что я хочу быть как все, я хочу там это, хочу это, хотя да, я хочу что-то, я хочу, например, приходить в магазин и одевать всё, что мне понравится, а сейчас ты максимум можешь быть 54 размером, чтобы вот прям спокойно зайти в магазин и хоть что-то для себя найти, ну там, хоть что-то в магазине померить, мода оверсайз, ты можешь какую-нибудь там толстовочку, да что-то-то найдёшь, но на мой сейчас размер я могу только ходить в специализированный магазин, то есть опять ограничения, у нас, к сожалению, ещё нету такой возможности, чтобы я могла зайти, и там будет и мой размер, и ещё больше, и куча всего, всё-таки да, я понимаю, что вес влияет на моё здоровье, и я хочу быть всё-таки здоровой, почему нет, как говорится, мне ещё детей рожать, родить на самом деле я даже в этом весе могу, да, у меня по-женски нету никаких проблем, чтобы тоже вы там знали, кому интересно, я могу родить, но это будет мне очень тяжело, это, скорее всего, будет кесарево, будет, ну, делать кесарево мне, потому что я, возможно, кстати, кто его знает, может и сама рожу, то есть тут такие вот это, но будет очень тяжело, то есть я представляю, к моему весу прибавить ещё даже килограмм сорок, вот это вот, ну, сами понимаете, растёт живот, и это, то есть это будет офигеть, я буду там 200 кг, я думаю, господи, как мне вообще там ходить-то, не то, что ходить, а вообще, там же ещё различные такие моменты бывают, опухают ноги, в принципе, даже у худых девочек, мало ли что там у меня будет, я не знаю, предугадать не могу, поэтому, в принципе, даже и ради этого, в том числе, и я сейчас начинаю вот эту работу со своим здоровьем, это важный момент, девочки, и это просто вот, я хочу поменять эту жизнь, то, что я могу кушать всё, но при этом жить полноценно и худеть. Наболтала вам, девчонки, сегодня, о-о-о, хочу ещё добавить, да, сегодня я болтушка от души, наверное, минут на 30 наболтала, ну, извините, пожалуйста, эмоции, хочется со всем-всем поделиться. Значит, ещё один момент, про питание, девочки, если бы были, у меня какие-нибудь там, не дай бог, конечно, болезни, связанные с желудкой, желудком с печенью, с почками, какие-нибудь там ещё, то есть есть, вам нужно понимать, есть питание, которое предназначено именно для людей, которые имеют какие-то болезни, ну, вот болезни, там, связанные с желудком и так далее, то есть внутренними органами, когда тебе врач назначает питание, в котором ты реально, ну, например, ты не можешь есть кашу с молоком, у тебя определённые ограничения, тебе даже, может быть, курицу нельзя, тогда ищите альтернативу, ищите варианты, курица и так, как бы её обычно назначают, но ищите варианты, которые альтернативны тому, которые вам можно, то есть именно, как сказать, если выписал врач вам диету, соблюдать её, конечно, это реально диета, но разница между диетой и стилем жизни, диета на маленький промежуток, стиль жизни на всю жизнь, всё, вот и вся разница, диету даже, не знаю, самым там больным людям дают на определённый период, а потом даёт мгновение, чтобы организм успел восстановиться, всё равно восстановление организма, это чтобы человек опять поел что-то, восстановил витамины, там, я не знаю, какие-нибудь ещё продукты дополнительные, просто витамины пьёт, ну, то есть, чтобы организм восстановился от истощения, диета – это истощение, это истощение организма, да, ты можешь истощить свой организм, но что будет потом? Потом ты обратно всё наешь, вот и всё, как было и у меня во всех ситуациях, тут конкретно ты меняешь свой стиль жизни, ты делаешь это осознанно, вот что самое главное, вот именно в интуитивном питании. Принимайте с благодарностью все мои советы, если я кому-то смогу помочь, то это будет действительно круто, как минимум я помогу себе, и я уже это делаю. Если мне скажут, Даш, посидим в диете, я посижу, но это будет только по заключению врача, только с его рекомендацией, различные там варианты других диет, я могу послушать историю других людей, восхититься, что они на капустном листе схуднули, они реально крутые, это такую надо выдержку там иметь, чтобы жрать только капусту, я очень рада за них, но сама я таким заниматься, честно, не хочу. Во-первых, я могу и желудок посадить этим капустным листом одним, и ничего хорошего из этого не выйдет. Многие посылают в спортивный зал, да, хорошая штука, но в спортивном зале мне нельзя делать вот те нагрузки, как показывали, там, знаете, были, типа, большие люди или что-то такое, где с гигантского веса, даже больше, чем у меня, люди стройнели, там, за месяца три, наверное, прям до худышки. Это не нормальное похудение, они могут посадить и сердце, и желудок, и все свои органы внутренние, там просто каша. А вот то, что сейчас происходит, я, естественно, худею, потому что я снизила порции, снизила все-таки калорийность, стало меньше есть булок, стало меньше есть сладкого, как бы я его здесь вам не показывала, но я ем его, априори, меньше, чем раньше. Я выстроила режим питания, режим очень важен, чтобы вы его тоже соблюдали. Да, вот, например, вчера у меня был выходной, я только позавтракала где-то в 12, и поужинала в районе там 5, все. Ну, то есть, перекус у меня был между ними, но я не сильно много двигалась, не сильно много работала, не сильно много думала, поэтому, в принципе, мне было комфортно. Я попила чай и легла как бы спать, все, я начала прислушиваться к себе, поэтому делаем перерывы во время питания, если вы видите то, что там много-много-много, остановитесь, подумайте, хотите ли вы еще, действительно ли вы этого хотите. Остановились, подумали, хотите – ешьте, не хотите – уже можно это двинуть. Даже если маленький какой-то кусочек остался, оставьте вы его, оставьте. Тут дело не в том, что еда там пропадет или еще что-то, вы ее потом доедите, на перекус можно взять. Но, как бы, в меру, все в меру. Ну, девчонки, не шибкая сейчас красотка, конечно, все смыла, но у нас ужин, сейчас время 21.42. Да, мы так поздно, но сейчас покажу, что мы кушаем. Такой вот салатик, если что, это не майонез, а сметана. Здесь в составе у нас зеленушка, курочка, яйцо, капуста китайская и сыр. Все ведь? Да. Заправочка у нас сметана и горчица. И еще запиваем это все соком. А там котейка. Хе-хе-хе, Боня. Кто-то скажет, Даша, жирная, там все жирная. Я вот сегодня днем пришла, вообще-то я вне уже съемочного процесса снимаю, сегодня выходной, если что, 23 число. Я пришла сегодня днем, взвесилась после еды, после обеда, и у меня вес был 152,8. Ну, то есть, как бы, мой вес сейчас 152,5, вот последний раз, когда я взвешивалась. Ну, завтра, может быть, с утреца или послезавтра еще раз взвешиваюсь, проконтролим. Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Спасибо вам всем за комментарии. Я вижу, что вам эта рубрика зашла, поэтому я всех целую. Обожаю. Желаю вам отличного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok